Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с этой необычной большой куклой. Это императрица. Сделала я ее примерно полгода назад и сейчас вышел по ней мой мастер-класс. Я хочу вам поподробнее рассказать об этой кукле. Ну, во-первых, самое главное, у этой куколки реалистичное лицо. И в мастер-классе я вам покажу, как правильно выпиливать такие лица. И я покажу два способа, как делать такие личики из шариков разного диаметра. Также я покажу, как правильно обтягивать такие лица. Как сделать так, чтобы все рельефы, которые мы планируем, и нос, и объемные глаза, и щеки, чтобы они все на фоме хорошо пропечатались. Я подробно покажу процесс рисования лица. И даже если такие лица не будут у вас получаться с первого раза, вы все равно получите просто максимальное удовольствие от того, что у вас получится кукла, которой не делает никто в мире, а своими руками вы начинаете вылепливать и создавать такую красоту. И как только вы сделаете несколько кукол с такими лицами, вы поймете, как работает фом, как правильно выпиливать, почувствуете своими руками, как можно все это делать идеально. Еще для этой куклы мы сделаем интересную верхнюю часть туловища. У нее покатые плечи. Я покажу, как правильно их выпилить. У нее декольте без шва. Как видите, шейка здесь абсолютно чистая, аккуратная. У нее будет большая грудь. Я покажу, как сделать туловище такое, чтобы оно сужалось к талии, как это проще всего сделать. И затем мы эту куколку оденем. Сделаем вот такое красивое платье. Я покажу подробно, как делать такие выкройки для того, чтобы не только для такой куклы вы могли такие платья шить. Украсим мы платье с помощью золотого фома. Я дам выкройки этих узоров, и вы сможете украсить уже дальше платье по своему вкусу, с использованием бусинок или раскрашивая фом. Покажу, как я это делала. У этой куклы фигурные ручки и фигурные ножки. Тот способ, которым я их склеиваю, подходит для фома и 1 мм, и для 2 мм фома. Будьте внимательны, вот такой способ тоже как раз подойдет. Еще мы сделаем маленькие ножки, вот такие туфельки. Украсим их и сделаем большой каблучок. Конечно, такие куклы с такими маленькими изящными ногами стоять самостоятельно не могут. Поэтому вам нужно будет заранее придумать, на чем эта куколка будет сидеть, или придумать для нее подставку, на которой она может стоять, и ее можно снять. Но кукла эта такая большая, что я бы рекомендовала как раз либо придумать ей какую-то позу, в которой она могла бы сидеть, и придумать вокруг нее какой-то антураж на подставке. Я для своей императрицы делала трон и подставку с подсветкой. Но это как вариант. Трон и подсветку для этой куклы я в мастер-классе не показываю. Здесь я сосредоточилась именно на изготовлении вот этих фигурных деталей, которые придают реалистичность кукне. Кружево для ее одежды тоже сделано из фома. Я покажу один из способов, как обработать края фома, и как приклеить правильно, особенно воротник, потому что он должен быть и объемным, и не должно быть видно никаких швов у нас на этой детали одежды. А выглядит потом такой фом, очень ажурно и очень легко, как настоящая ткань. Обратите внимание на прическу этой куклы. Впереди у нее поднят большой объем. Сзади я сделала локоны. Одним из способов, когда кудряшки не рассыпаются и держатся они так. Но вот мне через полгода принесли эту куклу. Ничего с ней не произошло. В том же виде, как она была, она и остается. Украсить прическу я тоже покажу один из своих способов, как это сделать. Ну а потом можно использовать вот такие подобные прически. Можно использовать, например, для невест, когда вы делаете, да, или просто красивых каких-то кукол в вечерних платьях. Вообще самое главное, что я хочу, чтобы вы подчеркивались на их мастер-классах, это принципы работы. Поэтому такая кукла может быть не только императрицей, как вы понимаете, а и девушкой в бальном платье, и в строгом платье. Просто нужно заменять какие-то детали. И все, кто покупает этот мастер-класс, конечно, потом могут ко мне обращаться, и мы с вами обсудим, можем переделать какие-то выкройки. И что-то я подскажу, что можно еще изменить, потому что таких кукол можно делать в подарок в виде шаржей. Я сама ее делала для своей директрисы по ее фотографии. Поэтому думаю, что и вам смогу подсказать, на какие черты лица нужно обратить внимание и как сделать куклу более похожую на настоящего человека. Вообще люди очень любят покупать такие подарки, которые видно, что делаются сложно, но всему этому можно научиться. Я вас уверяю, что через несколько кукол, которых вы сделаете, вас и перестанут руки дрожать, когда вы будете рисовать лица, и вырезать личики, вы будете правильно, красиво. Ну, я еще тоже учусь и стремлюсь к тому, чтобы было все идеально. Но все принципы, которые я придумала и все, что использую, я готова уже вам рассказать. Так что тоже начинайте творить таких красивых кукол вместе со мной.